здравствуйте дорогие друзья меня зовут илья и сегодня как и обещал мы продолжим разговор о классах руби в прошлом видео мы довольно подробно поговорили о цепочках наследования о том что именно классов это просто константы и о ряде других вещей но у нас осталось не охвачено еще одна довольно интересная и важная тема которую как мне кажется понимают и не до конца многие тем более что эта тема сравнительно сложная предположим что нам нужно написать некий метод который мы хотим вызывать не на образце класса то есть не вот так вот например до относительно конкретной кошки вызывать метод хай потому что сейчас он просто напишет что несколько привет меня зовут так то есть такой метод мы вызываем относительно образца класса а я хотел бы написать метод который можно было вызвать бы относительно конкретного класса например найти какую-нибудь конкретную кошку там в интернете или информацию например какой-нибудь как это сделать ну наверное вы знаете что можно создать метод с названием find и поставить здесь в качестве префикс либо собственно название класса либо даже просто написать self так как self в данном случае будет указывать на конкретный класс этот метод тоже будет наследоваться поэтому для класса cat он тоже будет доступен и это обозначает что мы можем написать cat.find для того чтобы нам было немного более интересно с этим работать давайте здесь скажем require selenium web driver таким образом чтобы у нас при вызове метода find открывалась страничка в интернете с например поиском здесь мы скажем что создаем новый драйвер например для firefox а здесь также можно написать и chrome тоже если будете использовать firefox то единственно что вам потребуется зайти вот на эту страницу гека драйвер релиза и загрузить специальный гека драйвер для firefox а разархивировать там будет у вас один файлик этот файлик можно поместить например директорию ruby bin теперь давайте сюда вернемся и предположим что этот метод будет принимать тот поисковый запрос который я хотел бы для пользователя показать например в гугле там в яндексе или в дагдагу где-нибудь короче говоря то есть я хотел описать что-нибудь вроде хочу найти серьезного кота да там скажем вот так далее давайте сформулируем полный поисковый запрос скажем что мы возьмем например запрос от пользователя плюс добавим сюда имя класса и приведем его к нижнему на регистру то есть если например я еще serious то full term у нас будет serious cat но здесь есть какой нюанс что вот этот вот full term он должен быть правильным образом закодирован почему потому что например для того чтобы найти что-нибудь с помощью поисковика дагдагу который лично я предпочитаю использовать просто потому что он не отслеживает ваши поисковые запросы здесь вот этот терм надо записать как параметров get запросе на самом деле то же самое будет у вас и для гугла то есть вы можете просто здесь написать google.com и в принципе вот этот кью здесь оставить то есть юрил будет практически аналогичный ну так вот full term надо правильным образом закодировать для того чтобы это сделать можно подключить сиджа и после чего сказать что сиджай . escape теперь собственно все мы сделали простой метод для того чтобы искать какую-то информацию давайте вызовем еще раз все это дело вот он загружает гекка драйвер вот у меня открывается новая строка браузера и действительно нам выводится serious cat что собственно замечательно все работает но возникает очень важный вопрос а где конкретно вот этот метод живет то есть куда мы его добавляем потому что вот и этот метод да он живет внутри самого класса и не мы с этим вопросов никаких нет но здесь есть нюанс вот такие вот методы пристыковываются к специальному скрытому на самом деле классу который называется singleton класс в некоторых случаях они могут называться также мета классы или айген классы но формальное название это именно singleton класс а сам такой метод называется singleton метод как информацию об этом самом singleton классе получить для того чтобы эту информацию получить можете сделать следующее давайте вот все лишнее здесь пока закомментируем и просто скажем и не мол . singleton класс и выведем эту вот информацию на экран после чего мы видим что действительно вот он наш singleton класс сингleton класса и есть определенная особенность особенность заключается в том что к этому классу принадлежит только один единственный объект в данном случае animal и наследовать от этого класса нам нельзя то есть мы с ним особо сделать ничего не можем это такой секретный скрытый класс куда на самом деле руби помещают вот методы такого вида то есть такие методы которые мы пристыковываем напрямую к объекту то есть еще раз да можно написать self можно написать и немало неважно работает это любом случае одинаково здесь мы можем для проверки сказать instance methods для того чтобы посмотреть все методы которые в singleton классе имеются вот у нас тут довольно большой список но если я пролистаю в самый самый верх то я увижу что вот он наш метод find то есть вот оказывается где он прячется кстати для того чтобы методы более удобно искать вы можете использовать греб и и тут писать регулярное выражение например все методы которые содержатся вот такой вот срок фай давайте еще раз проверим и вот он наш файн здесь как раз и появляется отлично теперь мы соответственно понимаем что в нашу объектную модель которую мы начали строить чуть ранее добавляются еще вот эти самые singleton классы причем что еще довольно интересно давайте попробуем сделать следующую вещь написать здесь не и немал а кэт проверить что у нас будет для к это как ни странно здесь написано класс кэт то есть это вполне логично теперь сделаем совсем сложно и напишем еще супер класс то есть х я хочу проверить есть ли у этого singleton класса какой-то родитель и мы видим что родителям вот этого singleton класса для кэп является singleton класс для animal иными словами это можно отобразить вот на такой сравнительно несложной диаграмме то есть мы здесь видим что у нас сам класс кэп наследует и немалу ну дальше я не буду рисовать и немал как вы помните наследует обжекту обжект наследует бэйзик обжекту но главное то что у кэта есть свой singleton класс и для этого singleton класса родителям является singleton класс для и немал а почему это важно и почему вообще это так сделано сделано это для того чтобы мы с вами могли писать вот так вот кэт точка файн и и этот метод чтобы срабатывал почему потому что когда мы вызываем файн он сначала лезет сюда в кэт находит его singleton класс соответственно спрашивает singleton классе есть такой метод в этом говорит нет нету такого метода соответственно лезет выше по иерархии singleton класс родитель и находит и здесь этот метод то есть вот для чего сделана такая структура это сделано для того чтобы вот эти singleton методы которые мы пристыковываем конкретному классу можно было вызывать еще и в потомках потому что если бы у singleton класса кэт не было родителя бы то в этом случае сказать кэт точка файн мы бы не могли но коль скоро вот эта вся цепочка наследования правильным образом продумана и построена то мы можем сказать кэт точка файл то есть вот почему надо понимать что эти singleton классы программе незримо присутствуют это первый момент второй момент заключается в том что в singleton класс на самом деле можно засунуть разные методы и не только для того чтобы в singleton класс что-то добавить используется вот такая вот довольно странная форма записи класс и затем сэл затем надо обязательно сказать и нт и правильным образом поставить отступы вот эта форма записи обозначает что весь дальнейший код вот здесь вот я хотел бы добавлять в singleton класс для текущего объекта а текущий объект это у нас соответственно и немал поэтому из этого мы делаем очередной вывод что вы можете говорить либо с сэл в точка файн вот так вот чтобы создавать singleton метод либо вы можете говорить и немал точка файн либо соответственно вы можете говорить класс сэлф и внутрь помещать любое количество методов которые вы хотите вызывать на классе то есть сделать их классовыми методами и на самом деле вот такая форма записи наиболее предпочтительна почему потому что внутрь вы можете накидывать методов сколько угодно и не писать для каждого метода его префикс поэтому это рекомендуемая форма записи и и очень многие используют очень часто используют но как мне кажется не все до конца понимают чё это вообще такое за штука и что она делает но теперь мы с вами понимаем что же она такое делает она всего лишь вот эта форма записи нам позволяет в singleton класс добавлять новые методы больше того подобную форму записи мы можем использовать для того чтобы для конкретного класса создавать какие-нибудь атрибуты ну например я хочу сделать так чтобы для и немало или для к это давайте для к это для разнообразия пункт пока свернем и для к это сделаем для разнообразие так вот я хотел бы сделать так чтобы можно было говорить например кед . и врач хайт то есть средняя высота домашней кошки я могу конечно попробовать сказать что нибудь в духе атрибуты accessor average хайт но то есть это так не сработает я не могу не считать этот атрибут не присвоить ему что-то то есть это не сработает то есть видите он говорит что такого метода для класса нет но у нас же есть с вами теперь singleton классы почему бы нам не сказать class self и добавить вот эти методы вот таким образом то есть поместить их внутрь нашего singleton класса чтобы их можно было вызывать давайте здесь скажем putz чтобы вывести это все на экран и теперь мы видим что это работает то есть такой подход можно использовать и для того чтобы создавать вот такие классовые атрибуты другой момент в класс селф можно добавлять и подключение модулей ну смотрите мы можем создать новый какой-нибудь модуль например для работы с юрелом то есть там я не знаю какой тирелл дженерейтор я назову этот модуль этот модуль будет определять все метод который называется препар юра и например будет он принимать какую-нибудь строку и здесь внутри мы напишем что в духе сиджа и escape строка ну тут еще что-то можно делать внутри этого метода это неважно но короче говоря не хотел бы использовать вот этот модуль внутри моего класса и здесь я могу сказать include url generator и теперь вызвать вот этот метод припэйр юрай то есть это должно сработать тоже корректно давайте удалим все лишнее и проверим как это сработает и мы видим что это все еще работает корректно но естественно сразу может возникнуть вопрос зачем мне юрел дженерейтор засовывать в класс сэлф почему я не могу сказать вот так вот почему я не могу сказать include самого верха и потом просто вызывать метод припэйр ю рай ну давайте попробуем но к сожалению это не работает мы видим что для нашего класса метода припэйр ю рай нету почему потому что когда мы говорим include то модуль вот этот вот он конечно подключается в наш класс но методы вот этого модуля они становятся доступны только для образцов этого класса то есть я могу сказать например создать новую кошку потом что-нибудь в духе си и затем припэйр ю рай то есть вот так вот сказать я могу это будет метод образца класса это сработает но вызвать метод вот так вот не получится почему потому что на самом деле когда мы вот этот метод вызываем из find из классового метода то при вызове получается на самом деле вот такая штука пытается вызвать и немал точка припэйр ю рай то есть на самом деле он вот так вот делает ну и соответственно коль скоро мы делаем include эти методы становятся методами образца класса то такая форма записи не сработает такого метода он не найдет поэтому для того чтобы это сработало мы как раз include добавляем сюда то есть мы все методы из вот этого модуля подгружаем в singleton класс для и немало и в этом случае соответственно при пэйр ю рай будет доступен для вот соответственно такой формы записи либо и немал либо даже здесь можно написать собственно self это одно и то же это тоже сработает то есть вот таким вот образом это все реализуется но если честно вот так вот никто особенно не делает потому что помимо include есть еще extend extend записывает следующим образом то есть его в класс self помещать не нужно и когда мы говорим extend и real generator он берет вот этот метод из модуля и сам сам самостоятельно засовывает его в singleton класс то есть extend нужен для того чтобы создавать методы на singleton классе для текущего класса тогда как include создает методы просто внутри класса и их можно вызывать только на образце класса вот в чем здесь разница поэтому extend тоже можно довольно активно использовать та же штука довольно полезная хотя в принципе если вам больше нравится вы можете использовать подход который я показал здесь то есть говорить include и потом название вашего модуля то есть резюмируя все вышесказанное вот это и это одно и то же по большому счету кстати что интересно пристыковывать методы можно не только к классам но и к образцам класса предположим что мы пишем программу которая будет запрашивать у пользователя какие-то данные какую-то строку и проверять является ли строка полиндрумом полиндром от строка которая читает слева направо и справа налево одинаково например если по-английски брать то это модам и дом эта строка читается одинаково слева направо справа налево но как нам сделать эту проверку для этого нам нужно всего-навсего удалить все символы, которые не являются буквами, после чего получившуюся строку преобразовать к нижнему регистру. То есть, что мы можем здесь сделать? Мы можем создать пока какую-нибудь временную переменную, сказать, что надо удалить все символы, которые не являются буквами, после чего привести к нижнему регистру вот это все дело. И дальше сказать, что временная строка, прочитанная задом наперед, равна временной строке. В этом случае мы говорим yes. Понятное дело, что здесь эту временную строку можно, в принципе, убрать. Можно и вот так вот тоже сказать. Но конструкция получается, скажем, прямо громоздкая. Давайте проверим, что это работает. Возьмем вот эту вот вещь. Он говорит yes. Потом я пишу какую-нибудь билиберду, которая явно читается по-другому, и он ничего не говорит. Это работает. Но если нам нужно делать несколько проверок вот таких вот в нашей программе, то есть спустя некоторое время я опять должен что-то проверить, посмотреть Палиндром это или нет, то у нас получается дублирование кода. Это не очень здорово. Как от этого можно избавиться? Ну, можно в теории открыть класс string, его модифицировать, здесь создать метод, который назвать Палиндром. Внутри использовать вот такую конструкцию, но только вместо str мы теперь пишем self, то есть это сама строка, с которой мы работаем. И здесь тоже написать self. И дальше вместо того, чтобы вот эту вот длинную колбасу писать, мы скажем просто строка точка Палиндром. Проверим еще раз, скопируем нашу демо строку. И это все еще работает. Но, откровенно говоря, вот такой подход мне не очень импонирует. Почему? Потому что теперь все строки в программе отвечают вот на этот метод. Ну, непонятно, насколько этот метод у нас критичен. Если он используется буквально в двух местах, то ради него модифицировать весь встроенный класс, ну, это, наверное, идея все-таки так себе. Но есть другое решение. Я отсюда вырежу вот эту вещь. Класс string я оставлю в покое. И вместо того, чтобы этот метод в этом классе реализовывать, я скажу str.полиндром. То есть я этот метод пристыкую к совершенно конкретному объекту, к вот этой строке, которую ввел пользователь. И что это нам дает? Это дает нам то, что этот метод будет доступен только для конкретной строки, тогда как все другие строки, которые мы будем дальше создавать, на этот метод отвечать не будут. Проверим еще раз. Опять встаем нашу демо строку, и это все еще работает. То есть почему это вообще работает? Это работает потому, что на самом деле вот у таких объектов, у строк и у прочих образцов класса тоже на самом деле есть свой singleton-класс. Давайте это докажем, написав строка точка singleton-класс. Выведем это дело на экран, и видим, что вот он наш singleton-класс для строки. То есть мы видим, что не только у классов есть singleton-классы, но и у образцов класса есть тоже singleton-классы, куда мы можем помещать вот такие методы вот такого вида. На самом деле такие методы создаются довольно редко, вот такие singleton-методы на образцах класса, но иногда это бывает довольно полезно. Ну и соответственно для того, чтобы подтвердить, что этот метод действительно здесь присутствует, мы скажем instance-methods и перезапустим нашу программу. Вот они все наши методы, которые тут имеются. Пролистываем самый-самый верх, и видим, что вот он наш метод полиндром. То есть таким образом мы доказали, что у всех объектов в рубе есть свой singleton-класс. Этот singleton-класс наследовать нам нельзя. К этому singleton-классу принадлежит один единственный объект, и этот singleton-класс по умолчанию скрыт, и обычно напрямую к нему обращаться не нужно. Но тем не менее, о его существовании следует помнить. Вот собственно и все, дорогие друзья, что я хотел вам сегодня рассказать. Я понимаю, что это немного более сложная, возможно, тема. Может быть, некоторое время потребуется, чтобы это усвоить. Но когда вы это реально усвоите и осознаете, то работа с объектной моделью Ruby станет для вас куда более простой и приятной. То есть, вы реально будете понимать, что и как работает, и почему это работает именно так, а не иначе. Ну, давайте теперь, наверное, завершать данное видео. Если остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Прошу также помощи с распространением данных и на этом видео. Потому что пока просмотров не очень много. То есть, с друзьями делитесь, в соцсетях делитесь по возможности. Благодарю за внимание и увидимся тогда в следующем видео.